МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В центре и железнодорожном районе попадали деревья. Из-за обильных осадков затопила микрорайон Мостовая. Ливневая канализация не справлялась с большим количеством воды. Две бригады работали. Пожарили, которые выстрелили, восстановили до часа ночи. И восстановили восстановление. По словам синоптиков, динамика развивалась в направлении восточной части области, в Димитровград и Старую Майну. В селе Садовка Старомайнского района в детском оздоровительном лагере «Ласточка» сильным ветром были повалены деревья. Два из них упали на жилые домики. К счастью, пострадавших нет. Оперативно очень перевели в другие домики и разместили. Дети не уехали. Взрослые не пострадали тоже. Приступили мгновенно к разбору того, что случилось. К починке, к восстановлению электроснабжения. На сегодняшний день дополнительной какой-то помощи там не требуется. В Димитровграде стихия проявилась сильнее. Несколько деревьев вырвало с корнем. Несколько упало на жилые дома. Пострадало семь машин. Александр Смекалин дал поручение юристам оказать поддержку пострадавшим автолюбителям. Есть телефон прямой линии. 8 800 100 ровно 13 84. Он круглосуточный. С 8 30 до пол шестого. Он работает в прямом эфире. В остальное время записывается. Достаточно просто связаться с оператором. Все операторы предупреждены. Такой вот каждый случай, насколько я понимаю, в Димитровграде их сейчас 7. При желании автовладельца, понятно, что навязать мы не можем. Достаточно всего лишь позвонить по этому телефону. Мы договоримся. Окажем всю бесплатную помощь юридическую. Отдельное поручение было дано министру природы Дмитрию Федорову. Председатель правительства отметил, что необходимо привлечь к распилу и вывозу деревьев силы регионального ведомства. Еще раз отработать руководством города Димитровграда и оказать всяческую поддержку, чтобы мы не как вчера прогнозировали в течение пары недель все это уберем. Не можем ждать столько многое. Соответственно, люди тоже не могут этого ждать. Поэтому необходимо привлечь средства наших властных организаций, соседних муниципалитетов. Напомним, контакт-центр при главе города продолжает принимать звонки жителей Ульяновска об отключении коммунальных услуг и сломанных деревьев по номерам 05 и 73 79 11. Анна Тищенко, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ.